Сегодня, во второй день Петербургского международного экономического форума, Башкортостан заключил сразу несколько соглашений в области энергетики. В частности, развивать сотрудничество республика будет с корпорацией Росатом. А студенты технических вузов региона получат доступ к новейшим методикам и стандартам со всей страны. С подробностями на прямой связи со студией РБК УФА мой коллега, главный редактор телеканала РБК УФА Кирилл Кукош. Кирилл, здравствуй, ждем от тебя подробности. Да, Екатерина, здравствуй. Конечно, одно из главных соглашений сегодня, во второй день Петербургского международного экономического форума, Башкортостан заключил с корпорацией Росатом. Переговоры в открытом формате длились около одной минуты. Затем временно исполняющий обязанности республики Башкортостан Радий Хабиров. И директор Росатома Алексей Лихачев беседовали уже без представителей СМИ около 15 минут. Ну и все это вылилось в подписание договора. Известно, что Росатом будет внедрять свои современные технологии строительства и реконструкцию подстанций на территории республики. И в целом компания будет наращивать влияние в энергетическом секторе Башкортостана. Все это не просто, скажем, существующие на бумаге или в цифровой форме продукты. Это компетенции, которые прошли свою апробацию, прошли в наших городах, в закрытых атомных городах. И мы сегодня хотели бы, чтобы эти компетенции применялись и в других регионах. Ну и отдельный разговор о сотрудничестве в дивизионе, связанном с энергообеспечением. Ну и также в продолжении темы об энергоконтрактах. Башкортостан заключил здесь, на полях Питерского форума, еще одно соглашение по реализации проекта развития рынка производства и использования сжиженного природного газа. Согласно документу, в республике будут развивать инфраструктуру по реализации моторного топлива. Также особо отмечу, буквально несколько минут назад был подписан сразу ряд соглашений с шестью вузами страны, в том числе и Грозненске. Подписано соглашение между нашими институтами, которые будут обмениться ведущими практиками и наработками в области обучения студентов нефтегазового сектора. Лучший контент образовательных программ в нефтегазовой сфере, получается, мы друг другу передаем. И у нас на Open Republic будет размещен в открытом доступе пакет лучших образовательных программ других вузов. Тут, пожалуйста, и Грозненский, и Альметьевский, и Тюменский, в общем, все наши подписанты. То есть это такой методический обмен? Да, методический обмен. Да, Катерина, еще напомню, что по итогам первого дня Петербургского форума Башкортостан заключил соглашение на 75 миллиардов рублей по итогам двух дней. А второй день завершающий для делегации из Башкортостана ожидается сумма более 100 миллиардов рублей. Ну и вот буквально через полчаса здесь пройдет центральное событие форума. Это, конечно же, пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина. Обо всем расскажем подробно в следующих включениях. Спасибо, Кирилл. На прямой связи был главный редактор РБК УФА и подробности с поле Петербургского международного экономического форума.